так дорогие друзья всем привет виталий кох на связи и сегодня у нас рубрика часто задаваемые вопросы в сетевом маркетинге и вот сегодня отвечаю на вопрос что нужно сделать чтобы понять сетевой маркетинг но первое друзья сразу хочу сказать что для того чтобы понять сетевой маркетинг прежде всего необходимо ну как минимум в нем начали работать друзья почему потому что но теоретически вы можете его конечно изучать вы можете о нем читать книги вы можете читать о том как работают структуры как работают презентации как подписывать человека как там работать с возражениями но друзья как сказал энштейн теория и практика это одно и то же но на практике это разные вещи поэтому пока вы сами не столкнетесь с практическими действиями вы до конца в саму глубь сетевой индустрии так и не проникнете вы так его и не поймете понимаете поэтому первое первое и главное это начать естественно в нем работать но потом уже постепенно когда вы будете так скажем познавать все азы все начальные азы деятельности сетевой индустрии когда вы хотя бы в целом просто узнаете что такое сетевая индустрия вас постепенно постепенно начнет складываться пазл и естественно здесь очень важно понимать что самое самое главное в сетевой индустрии это мышление как понять сетевую индустрию в целом именно по мышлению это уже конечно вообще отдельная тема и отдельная часть но хочу затронуть некоторые вещи что чтобы понять еще раз индустрию сетевого маркетинга нужно очень глубоко в нее окунаться необходимо это индустрия во первых индустрия и очень мощного личностного роста человека раз во вторых это индустрия коммуникабельности 2 в третьих это индустрия финансовой независимости 3 это индустрия красоты и здоровья в целом то есть wellness индустрия 4 и здесь очень много составляющих факторов для того чтобы ее в целом понять ну как и любой бизнес друзья как и любой бизнес сетевой маркетинг является одним из таковых три главных составляющих бизнеса это три буквы п это первое продажи второе это прибыль и третье это продукт ну либо наоборот я сейчас просто беспорядочно перечислил продукт продажи прибыль знаете в сетевом маркетинге по большому счету продукт это лицо компании дальше есть система обучения которая подразумевает рост человека по карьерной лестнице ну и третье ребята это сам маркетинг план в котором уже полностью заложено все ваши достижения все ваши финансовые заслуги все ваши восхождения по карьерной лестнице вот здесь вот так скажем скрыто вот это вот главное главное так скажем составляющего всей в целом всего успеха всей целостности вот это вот сетевого бизнеса это бизнес-план это обучение обучение не только дистрибьюторов не только там так скажем работающего какого-то звена но плюс еще также менеджерского состава это тоже очень важно понимать и естественно продукт который должен соответствовать всем требованиям то есть всем сертификатом это там fda халяль например да допустим там еврейский сертификат то есть сегодня очень много критериев по которым должна быть выбрана компания это второе да что нужно для того чтобы понимать сетевой ну и третье самое главное понимать вообще ты как бы пришел приходя в эту индустрию ты сам просто как человек хочешь здесь преуспеть хочешь здесь измениться хочешь здесь добиться чего-то каких-то своих целей определиться в жизни почему потому что еще раз повторяю что сетевой маркетинг это точно такой же бизнес предпринимательства как и во многих других случаях поэтому очень важно понимать когда ты целенаправленно сюда идешь важно понимать с какой целью вообще ты приходишь в так скажем в этот бизнес в принципе я думаю что ну чтобы понять ее здесь нужно очень очень серьезно и глубоко ежедневно сталкиваться с тем что будет происходить у тебя на практике потому что то что зачастую написано в книгах хоть их и пишут ребята практики которые сами прошли так скажем определенный путь в сетевом бизнесе в развитии карьерного роста в построении структур в работе с людьми но ты совсем другой человек и у тебя может быть абсолютно по-другому у тебя может быть абсолютно другое воспитание либо другой психотип поэтому здесь честно все индивидуально у каждого свой взгляд на именно этот бизнес на именно эту индустрию на именно то что в ней происходит то как ты сам к ней относишься это очень-очень так скажем ну большая разница между людьми то самый главный ответ друзья вам хочу сказать что просто так ты не поймешь ее теоретически по книгам в любом случае на практике это будет выглядеть по-другому построение так скажем успешной сети продаж построишь по построение успешного отдела продаж построение так скажем структуры большой международной это уже будет зависеть от масштаба личности от того насколько ты сам будешь увлечен этой идеей вот в принципе главная идея наверное сетевой индустрии это все-таки построение остаточного дохода знаете даже развитие личности человека и третье наверное самое главное это служение людям друзья наверно даже это на первом месте стоит почему потому что когда ты по-настоящему будешь заботиться о тех людях об их успехе чтобы они смогли преуспеть то соответственно точно так же и ты будешь преуспевать в этом бизнесе но всем пока думаю ответил на вопрос до следующего видео следующее следующий вопрос у нас будет звучать следующим образом вот какие существуют критерии надежности сетевых компаний вот это будет следующий вопрос друзья на него обязательно отвечу поэтому задавайте свои вопросы пишите в рубрику само всем пока с вами был бизнес тренер международной школы само виталий кох всем до встречи друзья